очень она целая целая всем привет сегодня я для вас подготовила мои новинки из косметики и если вам интересен мой обзор то продолжайте смотреть сегодня мы с вами поговорим в основном о декоративной косметике и давайте начнем с лица первое что я купила это тональная основа от Bourjois из серии Healthy Mix Serum на самом деле я наверное самый последний человек на ютуб который попробовал эту тональную основу но здесь есть небольшая предыстория если вы смотрите мой канал на регулярной основе то наверняка знаете как сильно я люблю тональную основу от Too Faced которая называется Born This Way и она у меня к сожалению закончилась где-то наверное в январе где-то около этого времени она у меня закончилась и я настолько сильно ее любила что я заказала ее повторно но к сожалению по мнению на сайте Too Faced я оформила заказ после чего они его отменили сказали ее нет и этой тональной основы не было вообще нигде то есть ни в каких магазинах где ее обычно можно купить ее нигде не было я в общем-то расстроилась начала искать что же чем же ее заменить и так как у меня она закончилась а потом еще и закончилась вторая моя любимая тональная основа от Color Me которая называется 2HB я уже вообще в депрессию впала я побежала в магазин хотя я обычно если вы меня знаете я обычно как бы в магазинах не особо скупаюсь я в основном в интернете все заказываю ну короче говоря я побежала в магазин начала тестить все подряд и как-то вот это вот мне приглянулось тональная основа я думаю 100% надо ее попробовать потому что многие ее хвалят она меня очень приятно удивила в первую очередь тем что она очень похожа на мою любимицу от Too Faced единственное у Too Faced конечно намного более плотное покрытие и выглядит она намного более такой сияющей именно красивой сияющей это выглядит чуть менее сияющей и в то же время покрытие у нее намного легче где-то в половину наверное легче но при этом все равно она очень классная она имеет такое вот как бы чуть ниже среднего покрытия и вот этот оттенок 52 ванила он вообще полностью сливается с моим лицом вот даже когда просто вот так вот проводишь полосу толстую полосу крема то он очень быстро сливается с моим лицом то есть оттенок мне вообще идеально подходит очень я довольна этой тональной основой как только появится Too Faced я думаю я ее тоже куплю потому что это вообще мой безумный фаворит но если Too Faced для вас слишком дорого но вы хотите более-менее похожий эффект то присмотритесь к этой они действительно крайне похожи и для нормальной кожи что та что другая отлично подойдут и кстати для такой суховатой тоже следующее что хочу вам показать это пудра от Rimmel коллекция это Lesson Finish и оттенок у меня Silky Beige это классическая пудра для закрепления макияжа вернее даже не так она позиционируется как пудровая тональная основа но пудровая тональная основа она мне не понравилась потому что она очень пылит при нанесении на кисть и имеет крайне слабое покрытие поэтому как-то она мне совершенно не впечатлила именно как тональная основа пудровая но я ее начала использовать для закрепления макияжа мне кстати многие спрашивали подходит ли вот такая вот классическая пудра компактная для техники запечения тональной основы в принципе не подходит для того чтобы просто закрепить консилер закрепить какие-то места которые у вас быстро жирнятся очень хорошая пудра я вот ей уже пользуюсь последние где-то недели две постоянно на регулярной основе и при этом лицо у меня вообще не блестит там где я не хочу чтобы оно блестело поэтому присмотритесь я эту пудру вам вполне могу порекомендовать вы наверное знаете как я люблю дорогие тени потому что с дорогими тенями легко работать они красиво тушуются, не осыпаются в общем-то вы знаете что мои фавориты это в первую очередь лорак, туфейст я очень люблю но я понимаю что далеко не все могут купить себе эти палетки во-первых из-за того что их трудно достать во-вторых естественно из-за цены и я недавно разведала вот такую вот малютку это двушка теней от Vivienne Sabo оттенок у нее 33 это доступная косметика она и по цене доступная и в принципе в любых таких вот масс-маркет магазинах ее можно купить по крайней мере в Украине точно не знаю как в России ну в общем это вот такая вот абсолютно нейтральная двушка теней здесь очень удачно подобраны оттенки здесь такой вот золотисто-песочный шиммерный оттеночек и матовый ну достаточно такой темный коричневый качество сразу вам скажу понятное дело не ларак, не туфейст но за свои деньги мне кажется это вполне оправданное качество эти тени немножко пылят и могут в принципе ложиться немножко такими пятнами особенно вот этот матовый оттенок вот этот вот шиммерный к нему вообще в принципе никаких претензий у меня нет абсолютно нормальный хороший красивый цвет матовый может немножко ложиться пятнами и может немножко пылить поэтому если вы будете покупать или если у вас есть такая палетка то я вам рекомендую работать очень тонкими слоями то есть берете растушевочную кисть совсем немножко наносите делаете, ну начинаете строить форму потом еще чуть-чуть макаете усиливаете, еще усиливаете, еще усиливаете пока вас не удовлетворит финальный результат именно такой подход я нашла к этой палетке если интересно, я могу сделать такой очень базовый повседневный макияж для там учебы, для работы сообщите мне, если вам это интересно я покажу ее в действии две новинки для ресниц у меня появилось первая это база от Милани это микроворсинки такие для того, чтобы делать эффект более густых и более длинных ресниц как это работает, возможно вы знаете у Too Faced когда-то был такой набор там, где была база именно конкретно с этими ворсинками и обычная тушь и суть этой двушки заключалась в том что сначала нужно нанести обычную тушь потом наносится вот такая вот база которая по сути, она вот белого цвета но если к ней присмотреться то это сплошной такой какой-то ворс она наносится после нанесения туши и этот ворс липнет к свеженанесенной туши и после этого вы наносите еще один слой обычной туши и получаются как бы такие вау ресницы я это купила, потому что вы наверное знаете если смотрите опять-таки мой канал регулярно что у меня ресницы отвратительные просто они и короткие, и маленькие, и редкие в общем-то с ресницами мне не повезло и для видео я в последнее время практически постоянно клею накладные ресницы чтобы хоть более-менее как-то нормально выглядело но для повседневной жизни, естественно, я не буду клеить накладные ресницы ежедневно поэтому мне хотелось вот что-то такое что будет делать мои ресницы более красивыми и хочу сказать, что эта штука реально работает эффект, конечно, довольно интересный я думаю, может сделаю отдельное видео с демонстрацией этого продукта но реально, в принципе, вот эти вот микрочастички они приклеиваются к ресницам и делают их намного гуще единственное, если вы носите контактные линзы то вот эта штука вообще не для вас потому что вот эти микроволокна, они могут попасть в глаз и если они попадут между глазом и контактной линзой то вы просто выделите себе глаза это жутко неприятно, это жуткое раздражение и в принципе, если у вас чувствительные глаза то эта штука совершенно не для вас если вполне обычно, адекватно вы переносите вот такие вот штуки то можете попробовать потому что действительно ресницы становятся, во-первых, более такими толстенькими и даже некоторые частички их, как это сказать, удлиняют потому что они цепляются на самые кончики и, в общем-то, да, эффект мне понравился я использовала вот эту штуку вместе со своей новой тучей от Rimmel это линейка Wake Me Up и когда я первый раз начала пользоваться этой тушью первое, что меня удивило, это вообще ее огроменная просто щеточка это щеточка из натурального ворса и я сначала на нее посмотрела потом посмотрела на размер своих глаз потом посмотрела еще раз на эту щеточку и как-то мне стало страшненько но, что меня вообще больше всего удивило во всей этой истории так это то, что мне эта тушь безумно нравится для прокрашивания нижних ресниц вы, наверное, сейчас подумаете, что я с ума сошла потому что, ну, реально эта тушь огромную просто щеточку имеет я не знаю почему, но она офигенно круто захватывает именно нижние ресницы мне настолько удобно не было красить нижние ресницы наверное, ни одной щеточкой даже супер микроскопической это как-то из-за своей формы я не знаю или из-за чего она вот сразу моментально все прокрашивает все цепляет и в то же время я не мажу ей по всему веку или там на водную линию я не захожу, не мажу тоже тушью что касается верхних ресниц то здесь мне эффекта от нее, к сожалению, недостаточно она мне делает очень-очень такой натуральный эффект мне бы хотелось немножко более такой наляпистый, более выразительный эффект поэтому вот вместе они работают очень неплохо мне нравится, как они работают сама по себе, по отдельности она, ну, все-таки немножко, мне кажется, мне бы хотелось чего-то большего может быть, когда она подсохнет, она будет работать в этом плане лучше но если вам нравится натуральный эффект или если у вас ресницы сами по себе хорошие и вам просто нужно выделить их и показать достоинство собственных ресниц без преувеличений то вам эта тушь может понравиться и еще она очень круто нижние ресницы тоже прокрашивает для губ у меня сегодня для вас три новинки первая это помада от Wet n Wild это их матовая линейка очень много у меня уже из этой серии помад и почему я заказала эту? потому что недавно я пересмотрела всю свою коллекцию помад и я поняла, что у меня нет ни одной персиковой помады ни матовой, ни глянцевой, ни кремовой вообще ни одной персиковой помады у меня нет и я поняла, что мне срочно нужна персиковая помада поэтому я решила заказать этот оттенок в нескольких финишах вот эта конкретно такая матово-кремовая эти помады в целом, они позиционируются как матовые но это не полностью матовые, это не такие высушивающие губы матовые помады это такой матовый кремообразный продукт мне очень понравился этот оттенок это оттенок Just Peachy 903C классная помада и опять-таки на весну очень классно очень освежает, вообще с персиковыми румянами персиковая вот такая вот помада вообще потрясающе просто смотрится такое сразу лицо, очень свежее, очень молодое какое-то и безумно мне в последнее время нравятся персиковые помады вот это вот отличная находка просто и два блеска тоже вам покажу первый от Vivienne Sabo это оттенок, сейчас вам скажу оттенок 36 и сама линейка Brilliance 3D Effect скажу я вам сразу, что это не такой блеск, который вот купил, накрасил губы и пошел этот блеск именно для создания 3D эффекта я сегодня нанесла его на центр губ вот, на нижнюю и на верхнюю губу и это реально создает вот такой вот более 3D эффект эффект более пухлых губ как самостоятельный блеск для того, чтобы просто его нанести и пойти я вам его не рекомендую, потому что он для этого не придуман если вам нужно что-то такое, что выделит ваши губы и сделает их более объемными особенно классно это смотрится в сочетании с какими-то матовыми помадами вот буквально по каемочке верхние губы и совсем чуть-чуть на центр нижней губы если нанести реально очень крутой эффект делает и еще один блеск я вам покажу это от Rimmel Oh My Glass серия и оттенок у меня 500 и уля-ля этот блеск выглядит очень красным в тюбике но он не настолько естественно красный то есть это именно классический блеск для губ не жидкая помада, ничего такого я думаю этот блеск в первую очередь понравится именно любителям такого классического глянцевого блеска для губ и в то же время, что мне понравилось, что он имеет действительно видно оттенок то есть если использовать его даже без помады и сугубо нанести на губы он дает очень красивый такой вот алый оттенок блеск, ну, обычной липкости, как, скажем так, классические такие вот блески для губ но вот именно цвет вот этот 500 мне понравился тем, что он создает достаточно выразительный эффект на губах но в то же время не кричащий еще тоже недавно я пополнила свою коллекцию накладных ресниц так как действительно в последнее время пользуюсь ими очень регулярно я заказала новые ресницы, у меня такие уже были я их дотаскала просто до ужасного состояния это ресницы от Ardell акцентные ресницы 305 номер это ресницы, которые клеятся сугубо вот в уголки глаз во внешние уголки глаз и если я делаю какую-то насыщенную такую выразительную яркую стрелку то вот мне лично без такого не обойтись и в целом, если у вас новейшие веки и вы все-таки делаете себе стрелки там по типу даже той же стрелки Бэтмена да, я оставлю ссылку внизу и ссылку вы сможете кликнуть, если вы не знаете, о чем я говорю то есть с новейшими веками по сути как бы немного вариантов стрелки можно сделать и можно сделать либо совсем микроскопическую либо уж там вообще такое стрелище просто нарисовать и когда я делаю более такие объемные какие-то стрелки то без вот таких вот акцентных ресниц вообще мне никак не обойтись если у вас тоже новейшие веки это тоже для вас отличный вариант поэтому обязательно себе приобретите тем более вот такие вот ресницы акцентные их можно носить, ну я не знаю, ну на пару лет вам точно хватит постоянно их цеплять, потому что их легко приклеивать и легко снимать то есть вот этот вот ободок, он практически не изнашивается если вы будете аккуратно к ним относиться то годами просто у вас эти ресницы будут служить и также я купила там на Beauty Joint, по-моему, какая-то акция была со скидками на Cherry Blossom ресницы мне эти ресницы очень нравятся, они там получились очень дешево как-то но в то же время это очень хорошие качественные ресницы я их тоже ношу, ну до 10 раз, наверное, я могу носить одни и те же ресницы из этой серии и я выбрала такие достаточно пушистые которые во внешнем уголке глаза более длинные вытягивают таким образом глаза очень мне понравился, в общем-то, этот стиль последнее, о чем хочу сегодня поговорить, это о ногтях и здесь у меня опять-таки есть небольшая предыстория к сожалению, у меня проявилась какая-то непонятная реакция что-то вроде аллергии на шелак я последние 4 года постоянно пользовалась только сугубо лаками CND шелак и я так думаю, что даже у меня не на шелак проявилась эта аллергия я рассказывала, что я нашла аналог шелаку это как бы польская подделка на шелак и мне кажется, что конкретно вот на нее у меня проявилась эта реакция и в чем она проявлялась, так это в том, что после того, как я красила ногти у меня начинала чесаться вот так вот кутикула вокруг всего ногтя причем настолько сильно, что я вот просто даран себе раздирала и я поняла, что это наверняка связано с лаком я перестала пользоваться шелаком и вообще любыми гель-лаками я перестала пользоваться и где-то, наверное, с месяц, может даже больше месяца я вообще ничем не пользовалась я только мазала руки кремом или там оливковым маслом смазывала ногти и как бы у меня никаких не было проявлений аллергии поэтому я так чуть-чуть подросслабилась сейчас но честно вам признаюсь, что сейчас мне вот гель-лаками как-то страшновато опять начинать пользоваться тем более я об этом тоже выложила фотографию там вот с этим вот маникюром, кстати, который сейчас на мне и очень много получила от вас тоже отзывов что у вас такая же реакция на гелевые лаки я не знаю, с чем это конкретно связано мне кажется, что конкретно на вот марку C&D у меня реакции такой нет а вот я начала буквально вот пару месяцев я попользовалась вот этим вот польским аналогом подделкой как бы она стоит в три раза дешевле но вот у меня буквально сразу началась такая реакция надеюсь, конечно, что все будет нормально потому что я гелевые лаки обожаю просто потому что они на мне держатся железобетонно две недели мне две недели вообще не надо думать о маникюре но так как я сейчас побаиваюсь все-таки пользоваться гелевыми лаками у меня появилось две новинки из обычных лаков это лаки тоже Rimmel из линейки 60 Seconds Super Shine то есть, грубо говоря, это лаки, которые сохнут за 60 секунд и два у меня оттенка первый 870 это вот такой вот синий-зеленый вообще он на самом деле в один слой он выглядит 100% вот как настоящая зеленка в два слоя он становится более таким насыщенным зеленым но все равно это такой именно очень насыщенный зеленый чуть-чуть с примесью синема ну, я думаю, вы сейчас видите, как он выглядит и второй у меня оттенок 263 вот этот вообще мне настолько понравился в один слой он выглядит просто как вот ухоженные ногти немножко-немножко вот какими-то такими блесточками это идеальный вариант типа для френчей всяких или просто для такого эффекта ухоженных ногтей как будто у вас ничего даже на ногтях нет очень мне понравился этот лак вообще безумно мне он понравился я думаю, я скоро сниму этот и накрашу снова этим меня не удивили я не знаю, может быть за эти 4 года, пока я пользовалась сугубо только гелевыми лаками что-то изменилось, произошли какие-то революционные изменения в мире вообще обычных лаков но вот сегодня уже четвертый день, как я ношу этот лак и у меня вот буквально, ну вот чуть-чуть вот скололся он на вот этих двух ногтях а на правой руке даже вообще особо придраться в принципе не к чему вообще на мне лак держится максимум два дня вот на второй день, на второй уже день у меня такие сколы, что ну как бы это уже вообще не серьезно выглядит то есть их реально нужно уже все смывать и красить заново именно из-за того, что любые лаки, какие я не пробовала и OPI, и Orly, и Sally Hansen то есть я очень много перепробовала именно таких уже нормальных лаков да, вроде хороших фирм, которые все хвалят но вообще на мне ничего не держалось вот эти же на мне, ну 4 дня вообще нормально а вот этот розовенький, он в принципе, ну его не сильно видно на ногтях в один слой поэтому с ним можно ходить добрую неделю и особо даже если там появляются сколы, то ну как бы это не бросается в глаза поэтому это тоже именно фаворит именно из-за этого но в общем-то да, если на вас лаки держатся нормально то вот эти на вас вообще, я думаю, будут очень долго держаться для меня 4 дня это вау-вау-вау просто и последнее, что я вам покажу это средство для удаления кутикулы Вильен Собо Бон Эликсир первый раз в жизни вообще я пробовала средства для удаления кутикулы я, честно говоря, даже не знала до этого, как они работают но я оценила вообще это такая штука, которую наносишь на кутикулу она впитывается там за 3-4 минуты и кутикула размягчается и она как будто так вот как-то даже... она как будто даже так немножко отлипает от ногти и ее можно либо просто отодвинуть либо кусачками так срезать то есть если вы делаете обрезной маникюр, то это удобно или если вы его не делаете, то тоже удобно просто так вот пододвинуть и это средство очень классно работает поэтому стоит оно тоже недорого если вы ищете средство для удаления кутикулы то вот можете вот такой вот себе приобрести, я его очень рекомендую. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задавать их внизу, комментировать внизу, может быть у вас есть какое-то свое мнение по отношению тех продуктов, которые я показывала, в общем-то пишите обязательно внизу, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, и мы с вами увидимся в следующих моих видео, пока! Где-то приблизительно с конца сентября прошлого года я начала работать с диетологом, для того, чтобы похудеть, для того, чтобы изменить какие-то свои привычки в питании, начать правильно питаться, и вот прошло уже сколько, где-то полгода, это, наверное, будут фавориты зимы, может быть даже осени, очень много всего интересного я для вас приготовила, будет немножко косметики, и также достаточно много рандомных вещей, но в то же время это настолько большие фавориты, что мне обязательно хотелось об этом поговорить с вами.